Эта федеральная программа стартовала в конце прошлого года. На данный момент накапливаются средства на ремонт и прорабатывается общий механизм реализации. Мероприятие рассчитано на длительный срок, на 30 лет, поэтому собственный фонд должны собирать и жители новостроек. Следить за деньгами будет некоммерческая краснодарская организация, учредителем которой является администрация края. Как бюджетное учреждение, так и руководство несет ответственность за накопленные средства. Средства, которые плачивают собственники, аккумулируются на счетах коммерческих организаций, то есть по простому говоря банков, выбранных также по итогам открытых аукционов на основании коммерческих предложений данных банков. Цель аккумуляции средств, ее за счет вкладов преувеличения, то есть чтобы данные средства, в том числе индексация, инфляция не съедала. Каждый многоквартирный дом имеет отдельный счет, то есть бояться того, что с какого-то одного многоквартирного дома средства уйдут на другой многоквартирный дом, также не стоит. Такая процедура возможна, но лишь только с согласия собственников. По прогнозам, первые ремонтные работы начнутся уже в 2016 году. В программу включены все многоквартирные дома Краснодарского края. В Сочи ситуация с состоянием домов уже известна. Исполнительные ждут поступления средства, жильцы начала работ. Узнать, когда и какой дом будет отремонтирован, можно на сайте администрации Сочи в разделе ЖКХ. Или на портале департамента ЖКХ Краснодарского края в разделе капремонт. Мнения сочинцев о новой программе различны. Некоторые пока даже не получали квитанции. Я еще пока не получала. Да, пришли. А вы знаете вообще, что это такое? Ну, не приблизительно. А что вы думаете? Во всяком случае, еще не платили. Вы что, не платили, а вы думаете? Да, и думаем, стоит ли это. Я считаю, что это полезно, но все деньги забирает Краснодар. А нам для того, чтобы сделать капитальный ремонт теплового узла на Комсомольской 13, денег не дают. Я считаю, что это полезно. Это хорошо, правильно так и должно быть. Короче, я только за. Что же касается суммы-то по всему Краснодарскому краю, она фиксирована и составляет 4 рубля 42 копейки за квадратный метр жилого помещения. Делать отчисления на капремонт должны все собственники домов. Что же касается муниципального или служебного жилья, то за него будут платить его собственники, то есть муниципалитет или организация, которая предоставляет квартиру. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.